Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дмитрий Александрович вам рассказывает. У вас реализация продукции идет... У вас же торговая сеть своя неплохая, да? Ну, часть мы, да, часть мы, все мы не можем продать через свою торговую сеть, а часть продукции, вот, мы продаем, ну, примерно так где-то, чтобы не ошибиться, где-то, ну, наверное, одну четвертую часть. Да, одну четвертую. Там сколько по прошлому году? 45-46 миллионов, если мы в целом 200 миллионов, да? Я на вскидку. А? Ну, где-то так, четвертая часть, да. А, выручка немножко. Ну, Николай Васильевич по выручке скажет, и скажет по прибыльности или убыточности отдельных сортов, видов, плодовых, да, культур. Косточковые, семечковые, вишня, черешня, слива, яблоко. А, какова тенденция? У вас увеличивается клин под, скажем, под яблонями? Семечковые. Под семечками? Под яблонями, да. Яблоней, груши тоже, да? Груши нет у нас, мы, нет, нет. Под яблонями. Не приведет ли это к тому, что яблоки только останутся? Приведет, приведет, конечно. Я вам скажу, что это рынок, вы понимаете, в чем дело. Сейчас вопрос, прибыльно-неприбыльно, другого не стоит. То есть социализм, что надо там людям, там это все, это не работает. Сейчас выгодно-невыгодно, выгодно все, невыгодно. У нас был виноградник, небольшое количество винограда там было. Вот мы ее там на магазины, на это все, посчитали, там заряд лет, 4-5 лет убыточный, да, все, уже сегодня нет винограда. Просто-напросто убрали, невыгодно. А вот, скажем, абрикос или что-то там, тоже так? Значит, в порядке рекламы, да, в порядке рекламы у нас есть небольшие там 3 гектара, да? 2,2 гектара. 2,2 гектара. 2,2 гектара. Это экзотика экзотика, да. И экзотика мы пробуем там у себя эти персики еще, 2 гектара или сколько там? 3 гектара персиков еще, ну, мы еще только посадили. Экзотическое, чтобы украсить, привлекательно сделать. И только на наши магазины, да. То есть, вы на прибыль не рассчитываете? Нет, нет. Чисто, что в знаме Ленина все есть. Ага. По такому принципу. То есть, основа сада это? Яблоня. Яблоня. И пока косточковая. И пока вот? Пока косточковая. Черешня и слива, да? Ну, черешня, мы уже, как говорится, точим топор на черешню. Потому что есть сорта, те, которые из вода в вод ничего не дают. Мы часть уже раскорчевали, часть. Сейчас вот у меня намерение такое на будущий год еще раскорчевать. Сколько Регина занимает сорт? 7 гектаров занимает. 7 гектаров. Ну, придется убирать. 1,5 лет, да, неудачно. Ничего нет. Абсолютно нет. Вот она цветет, все. Что-то там нас убеждает, что там то, там, то. Это сорт хороший. Ну, что это? Единичные экземпляры на дереве. Она крупная, она хорошая. Это немецкий сорт. Что-то не то. Загадочная, что-то не то. Приходится избавляться. Юрий Георгиевич, а если это наименее прибыльная площадь, которую вы отдаете под плодовые культуры, так, может быть, заменить это пшеницей или кормовыми культурами? Нет. Не будет? Пока нет. Нет, пока нет. Пока, даже если на ноль будем выходить, на ноль будем, пока будем держать. Дело в том, что мы градообразующее предприятие. Да. Градообразующее. И занятость людей для нас не просто звук. Понимаете? Даже если будет какой-то минус, мы все равно будем держать. Какой-то допустимый. Конечно, если это будет развал, так сказать, то это, то мы можем принимать решение. Мы-то кооператив являются собственниками. Вот до того, что найдем желающего, скажем, вот посмотрите, какие сады, какие-то это. Мы вам отдаем это за деньги, которые нам будут очень нужны. Продали сады, пусть они занимаются, а мы будем хлебородством заниматься. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ. Участвует у нас в работах, на сборе той же черешни, сливы. Мы закрываемся там предприятием, у нас есть переработка. Это может подождать. Это может подождать. Все туда ушли. Почему? Потому что там реальные деньги. Если мы не соберем там, значит, а там приготовить пельмени, вареники, там можно подождать. Можно где-то перекупить, а там важно. Сто человек. То есть, можно ли сделать вывод, что садоводство по трудоемкости самое трудоемкое направление? Да, ручного труда. Да? Самое, да. Это так. Одно есть, да. Ну, да, овощеводство, но у нас его нет. Овощеводство там тоже трудоемкое. Ну, овощеводство, да, но у вас и нет. Ну, у вас вот хранилище. Как-то-то вы говорили, что благодаря хранению по яблокам удается, ну, видимо, в определенные годы даже вдвое увеличить цену реализации продукции. Ну, это реально, да. Это реально. Это реально. Если только когда вы снимаете осенью, оно, допустим, стоит 25 рублей за килограмм, а когда вы подержали и реализуете ее к Новому году, оно стоит 50 рублей. Это реальные цифры. И вы большую часть яблок именно делаете? Конечно, конечно. Ну, видите, надо расширять, мы это понимаем, надо расширять хранение, холодильники. И по нашим подсчетам мы в ближайшее время выйдем там на 8-10 тысяч тонн яблок. 8-10 тысяч тонн. Надо, я понимаю, надо строить. Но строить без поддержки, без инвестиций, хотя это слово для нас ругательное. Инвестиции – это, считай, вступить в кабалу. В кабалу. Вот. Мы очень осторожны. Ну, лично я, как руководитель, вот если мне удается финансовыми, так сказать, дирижировать, то одно из золотых правил – ничего не делай, ничего не покупай, пока не держишь деньги в руках. Когда ты деньги держишь, тогда можно что-то инвестировать при тщательном расчетах, при тщательных расчетах, что это окупится. Вот. А если ты будешь транжирить, вот, сегодня можно очень много чего купить современно. Сегодня вот для уборки, допустим, тех же кормов, можно такая техника есть. Ой, головокружительная. Вот это было в Услабинске, там, вы не ездили туда? Золотая. Да, золотая. Там такие техники, образцы показывали, там, и почвообработка, и для уборки кормов, и новые технологии, там, для уборки урожая, высокопроизводительные комбайны, для животноводства, там, ну, все импортное, к Великому Сараю. Большинство, там, на 99% импорт. Ну, мы понимаем, что это надо, обновление, вот, обновление. Но, если бы я даже захотел там приобрести, раскрыть всю колхозную кассу и оставить колхозников без достойной заработной платы, я это не могу делать. Надо думать о том, что люди должны получать стабильно заработную плату, и какая-то подушка безопасности еще должна быть. Вы по-прежнему не пользуетесь заемными средствами банка? Нет. То есть, с банками вы не связываетесь? Да, за исключением текущих операций, а за займы не делаем. А текущих операций, то есть, вот, горючка? Купи-продай, да. Ну, мы покупаем через них, так сказать. У нас деньги всегда есть. Обслуживание? Обслуживание, да, если так сказать. Можно чуть пояснить, о чем идет речь? Вот, банковские, что по обслуживанию, что это за займы? Ну, займов нет. Мы, наоборот, располагаем, у них там держим свои деньги. А, так это другая идея. Подушка безопасности, я вам говорю, подушка безопасности. Энное количество. Вот, мы держим там на случай, вот, малые какие-то... Депозиты, да. Да, ну, какие-то проценты мы получаем, да. Проценты мы там получаем. Ну, там банковская деятельность, она у нас идет отдельной строкой. Ну, зарабатываем иногда. Это совсем другое дело. Это вы, Корр, вы поддерживаете банк скорее, чем он вас, Бадим. Хотят, как сказать. Да, но... Банки, банки, я вас поправлю, никогда нас не будут поддерживать. Никогда. У них чисто банковский интерес заработать на любом клиенте. А чтобы они нас поддерживали просто из благих намерений. Нет. Этого никогда не было и не будет. Потому что сам банк, это коммерческая организация, которая рассчитывает на прибыль. И она на тебя смотрит, как на объект, который можно что-то взять. Ну, да. Юрий Гаврилович, а вот когда вы все-таки инвестируете, вы по-прежнему используете практику такую, когда люди скидываются на строительство и конструкцию? Конечно. Вот сейчас мы привлекли, вот буквально до 1 июня мы привлекли 27 миллионов рублей от членов кооператива. И на что? Ну, сейчас мы взяли на что? Ну, прежде всего на обновление техники. Обновление техники мы покупаем. На то же садоводство. О! И на садоводство? И на садоводство в том числе, да. А что для садоводства мы привлекли? Ну, новые обрезчики, новые орудия для приствольной обработки, трактора. Именно для сада? Обновление, да. Именно для сада, да. Ага. Трактора. Под новой технологией? Под новой технологией, да. — А на каких условиях? — Мы заплатили, технику привезли. — На каких условиях члены кооператива отдали деньги? — Из прибыли они имеют право. Какая будет прибыль, мы имеем право 30% прибыли распределить среди членов кооператива. — Да. И какой же процент получается по предыдущим годам? Допустим, они сдали. Это выгоднее, чем банк на депозит положил? — Очень выгоднее. Намного выгоднее. — Можете подтвердить? — Ну, в прошлом году мы выдали на каждый рубль, вложенный в хозяйство, рубль сверху. — Шикарно. Сто процентов. — Сто процентов, да. — И так каждый год? — Ну, пока так, да. Пока последние лет 7-10, наверное, да, не кажется? — Да. — Лет 7-10, да. Ну, это как мы будем тут управляться? — Ну, это здорово. Как на ваш взгляд, члены кооператива это стимулируют на то, чтобы участвовать в хозяйстве, как-то быть заинтересованным в увеличении прибыли и эффективности работы? — Ну, я вам скажу, что должно стимулировать. То есть весь замысел руководителя, понимаете, должно стимулировать. Но приходится заниматься и воспитательной работой еще. Как ни странно. Ну, в воспитательной работе сейчас, знаете, я смотрел «Бесогон» Никиты Михалкова последнего. Интересно, он вообще вопросы поднимает. Интересно. Вот. И вот он говорит, очень жалко, что школа, школа, сказали только образовательный процесс. Воспитательный процесс школы не нуждается. А потом порождаются такие события, как случилось в Казани, да. Вот. Почему? Ну, воспитательный процесс, они сказали, это не наш. Это пусть там занимается кто хочет, там нет. Так вот у нас, в отличие от народного образования, еще воспитательный процесс и здесь идет. Общественное сознание. Сознание, кооперативное сознание. Что ты вытащил из своего кармана деньги, купил горючего, купил горючего на эти деньги, мы купили. Его воровать не надо. Потому что есть факты, я по сегодняшнему разговаривал. Его воровать не надо. Ты сам у себя воруешь. Ты понимаешь, ты включи мозги свои. Его не надо воровать. Это твое. Если у тебя стоит одна корова в твоем коровнике, вот, дома, это твоя. Ты продаешь молоко там, все, зарабатываешь там, ну, какую там сумму, что-то там, расходы. А тут у тебя на каждую члену кооператива семь коров стоит. Семь коров на каждую члену кооператива. Это твои, это не является, я не являюсь собственником. Вот они семь коров, на них надо купить корма, премикс, лекарства надо купить. И мы тебе стабильно даем заработную плату, даем из них. А в конце года мы прибыль распределяем потом еще на, из этой коровы, которая должна дать прибыль, мы еще тебе отчисляем туда. На каждый рубль, что ты внес, еще рубль отчисляем. Тебе это понятно, Ваня? Задумывается. Ну, процесс воспитания идет. 27 миллионов, это сколько человек скинулось? Ну, у нас, это мы разрешили. Дело в чем там? Дело в том, что те, кто давно работает, они имеют там вложения больше, вложения в хозяйство. Те, кто пришел там 5, 10, 15 лет, у них меньше, и они как бы смотрят на тех, у кого большие. Ну, если 400, 500, если миллион, если 2 миллиона там вложены. Вот он в конце года вложил 2 миллиона. Ну, 2 миллиона, кроме заработной платы, он еще получает. А те, кто пришел 10 лет назад, у него там 10, 15 тысяч рублей, очень мало. Мы, для того, чтобы привлечь молодежь и заинтересованность, именно для молодых, именно те, кто малый процент имеет дохода от прибыли, понимаете? Да. Малый процент от прибыли имеет. Мы им разрешили на каждый год нести, вот проработал 10 лет человек, 10 тысяч, мы им разрешили 100 тысяч. 20 лет проработал, еще ему там это. А те, кто постарше, там вот, они имеют больше у нас. А этим вообще ничего не разрешили. Это, я говорил о воспитательной функции. Это как раз и воспитание финансовой грамотности в какой-то степени, понимаете? Именно финансово, заинтересованности финансовой в результатах труда, в результатах деятельности и хозяйства. Чтобы он дорожил, ему есть чем дорожить. Если он уйдет, это и сохранение кадра. Если он уйдет, ну, пожалуйста, ты забираешь все, иди ради Бога, так сказать. Но ты уже не являешься соцсобственником кооператива, который имеет активов более трех миллиардов рублей. А это уже, как говорится, ну, понимающий. Вот 100 тысяч имеет право, он имеет право внести, да? Да. Но это не обязательно. Ну, это вообще ничего. Это добровольно. Да. А вот из 27 миллионов, какая была, может быть, кто... Не кто персонально, а просто кто-то внес, может быть, один миллион, а кто-то тысячу? Ну, как правило, все воспользовались. Все воспользовались, кому мы предложили. Все. Единицы там, если есть, единицы не воспользуем. Ну, самый большой взнос был, у него было 150, он еще 150 внес. Ага. Ну, уже 300 тысяч у него. В конце года, если прибыль будет, он получит еще 300 тысяч. То есть... То есть... То есть... И маленькие, были маленькие, те, которые работают там, ну, допустим, там, пять лет, ну, 50 тысяч рублей. То есть от 50 тысяч до 50 тысяч были? Да. 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 Для особо ценных мы там делали исключения, там, от мастера такие, знаете, вот, делали исключения, те, которые, ну, заинтересованы, чтобы они работали. Это штучный товар, мастер сегодня, высококвастный механизатор, на спецтехнике работает. Ага. Мы делали исключения, там. И исключения он мог вынести? Больше. Больше. Установлено. Да. Ну, я не буду секрет раскрывать, чтобы вы не... Нет. А мы же не будем называть... Да. Ну, побольше, да. Побольше имел право. Ну, в разы больше? Ну, отступали от этого, да. Ха-ха-ха. Отступали от, правильно? То есть мы могли там это все себе позволить. Ну, допустим, вот, на доске почета у нас, лучшие люди там. Вот мы им там разрешили больше. Те, кто имеет на доске почета, там, мы поддержим. На доску почета попал, вот. Мы ему доплачиваем, там, сколько мы ему, каждый месяц? 1700 рублей. 1700 рублей мы сейчас доплачиваем, да? Это молодой специалист. Да, 1700 рублей. На доске почета, на самой. Да, на самой. Вот он получает там еще 10-20 тысяч рублей, получает еще за то, что признан мастером своего дела, передовик. Да. А скажите, а вот в садоводство, вот в этом году, возвращаясь к теме садоводства, в этом году вы, вот из этих 27 миллионов на сад половина уйдет меньше, треть, четверть из этой суммы. Вот то, что вы собрали, будете вкладывать? Не, ну, там надо будет, я не располагаю сейчас, сколько именно сад. Несколько миллионов, наверное, из этих. Вкладывать, да? Да, да, да. Ну, как? Ну, у нас есть программа приобретения техники, допустим, там, да, приобретения, и в животноводство, это независимо. Он член кооператива, независимо, где он работает. Это не значит, что вот он в сад, и его пошли на сад. Не обязательно из этих денег садов. Да. А эти деньги позволили дальше не сделать? Да. Мы вкладываем, допустим, еще в развитие молочного животноводства. Еще строим, вот сейчас, телятик строим там, павильоны еще строим. Вот, это не обязательно, что они ушли в сад там. Вот. Технику приобретаем. В сад надо было в марте, в феврале вкладывать. Раньше не было. Ну, у нас свои деньги есть, мы вкладываем, как говорится, деньги кооперативные. Рассчитывая на то, что мы что-то получили. А вот, что касается хранилища, то вы в следующем, может быть, году... Нет, мы начали, мы начали, да. Мы в этом году, значит, уже вложили, ну, где-то 7 миллионов рублей. Мы поэтапно, 7 миллионов рублей на, не на оборудование, поставим саму коробку. Ага. Корпус. Корпус поставим, да. Ну, там где-то будет хранение до 1000 тонн. Мы реконструируем там существующий холодильник и увеличим на 1000 тонн где-то. Но мы привязываемся к тому урожаю, который есть, вот, привязываемся. Мне очень важен прогноз. Если мы ее в этом году построим, а нам нечем будет заполнить, то эти деньги, как бы, будут лежать год невостребованными помещениями. Если мы не разместимся с яблоками и не достроим, тоже очень плохо. Тоже плохо. Вот руководителю надо будет ориентироваться. Почему для меня очень важен прогноз валового производства любой продукции для руководителя. Для оценки своих финансовых возможностей сейчас и в будущем. Вот. Это точно так же важен, как прогноз погоды. Если прогноз погоды дождь показывает, то нельзя обрабатывать горох против тли. То, что мы сегодня делаем. Вот. Если ты не обработаешь, тля съест горох. Если обработает, дождь смоет. Вот ты и ходишь. Возле этих. Все время это прерогатива, так сказать, руководителей и специалистов. Принятие решений. Ну, вот пока так. Да. Если мы увидим, что это, ну, оборудование, ну, придется, как говорится, в пожарном порядке, да, приобретать. Ну, самое главное, чтобы стены поставить сейчас, стены поставить. Ну, можно сказать, что из этих собранных денег членов кооператива, может быть, часть пойдет и на эти цены. Они не разделены, где они. Это общий котел, да. Общие счета там нет. Что это туда, это туда. Вы же понимаете, методом так это осторожно, знаете, вот. Осторожно мы продвигаемся, чтобы не влезть в кабалу. Потому что, если сильно, как говорится, там это, можно и разорить экономику хозяйства. Если он, ага, и купить там, и современную технику, и холодильник построил там, это все. А нужны реальные. Вот сегодня на планерке он говорит, Юрий Гаврилович, а у нас град прошел. А град, это уже пятнышко осталось на этом. Это уже, это уже ущерб, значит, мы не продадим по такой цене градобойнами те, которые у нас были такие. То есть, считай, там 30-50% доходность меньше будет от этих участков. Теперь надо будет смотреть, какие участки пострадали, где, какие там будут последствия его. Смысла не будет. Градобойной ложить тот же холодильник, который мы строим. Его надо будет сразу продать. Юрий Гаврилович, а вот 27 миллионов – это много, по сравнению с предыдущими годами? Или мало, или столько? Это много. Это много. Это много. Это где-то 20% от существующего. 20% от чего? От существующего фонда кооперативных взносов, дополнительных поем. Прирост. Ага. Прирост. Ага. Участие и заинтересованности в конечной продукции. Понимаете? Тут и финансовая, и воспитательная функция, и не было дискриминации. Чтобы быть молодой, значит, ты оставайся этот, а тот, кто постарше, имеет больше. То есть, по принципу, кто получал доход больше, тот и останется больше получать. А кто меньше, так и будет меньше получать. Вот мы пытаемся это поднять. Да. Ну, вот подытоживая с вами, Юрий Гаврилович, все-таки сад – это в большей мере социальное такое направление, да? Нет. Нет. И социальное, я бы не сказал. Это производственное подразделение, полноценное, полноправное, традиционно существующее уже не один десяток лет, с новыми технологиями, с реальным пониманием, осознанием того, что мы делаем. Вот. И для страны, и для района, и для края – это вопросы экономики, это вопросы занятости. Потому что второй год только пошел, когда отчисление НДС 10%, а то было 20%. То есть, мы, вот эти постановления правительства и решения, те, которые были приняты, и президентом нашим, они помогают, значительно помогают именно укрепить эту отрасль растеневодства, это отрасль земледелия, та, которая реально можно выращивать у нас и не покупать где-то у поляков или за границей где-то там, или в Китае эту продукцию, чтобы она была у нас. Это помощь реальная, и надо отдать должное, поклониться тем, кто принимал это решение. Вот. Ну, господдержка стала более существенной по Садововскому. Ну, я вам скажу, что даже если бы это, мы бы, если бы не было вот то решение, о котором я говорю, мы бы дополнительно еще заплатили налогов 20 миллионов рублей. Если бы мы продали, допустим, на 200 миллионов рублей, да, 10% это 20 миллионов, а 20% это уже надо отдать 40 миллионов рублей. Вот только одно решение, нам помощь в размере 20 миллионов. Ну, там же не одно только решение. Ну, там же сейчас субсидирование идет, да. Идет субсидирование сейчас очень хорошее, да. Какую часть затрат там летили? Какую часть затрат? А затраты субсидировали? Ну, мы получили вот 19,5 миллионов, вот буквально за прошлый год и этот год вошел, да, Дмитрий Александрович, посадки. В 2020 год вошел. Да, вошел. Уходные сады. Уходные вошли. Вот 19,5 миллионов. Ну, я вам скажу, в процентном отношении, ну, ну, сколько компенсации. 21 миллион за граждан на сголовку в прошлом году в сентябре. Ну, да. 21, а в 19. В честном раше 2-3 миллиона начинающих. Ну, да, более 15 миллионов. Восходные сады и большая доля субсидирования получается. Это хорошая помощь государству, и края, и России в целом, вот, и федеральная поддержка, это очень хорошее. Ощеримно, да? Да. Ну, и, то есть, прибыльный уровень сохраняется по саду, в этом году. За прошлый год, когда все было, ну, плюс, поямо там, плюс.